Новый учебный год в новых условиях. Новые условия, безусловно, продиктованы пандемией коронавируса, первая волна, которая прошла весной. К сожалению, по-прежнему нам диктуют требования соблюдать соответствующие меры предосторожности, чтобы оставаться здоровыми и не вернуться вновь на дистанционное обучение. Но также и некоторыми иными нюансами в организации учебного процесса. Например, Ваннолиновская школа на два предстоящих учебных года из-за строительства нового здания поменяла временно адрес обучения. Так, учащиеся с первого по восьмой классы будут учиться в здании бывшей второй школы по адресу Валерия Чкалова, 25, а девятиклассники же в здании гимназии по адресу Виру, 26. Всего в Ваннолинской школе в списках значится 361 ученик, в том числе 21-классников. Школа Каннука серьезных изменений не претерпела, разве что несколько сократила количество помещений. Напомним, что теперь школа располагается на трех этажах, а четвертый этаж отдан под некоторые кружки. Молодежного центра Улья. В школьном списке 405 учеников, в том числе 47 первоклассников. В эстонской основной школе в этом году 149 учеников, в том числе 21 первоклассник. Для Селомяевской гимназии год будет не совсем обычным, по причине перевода в ее здание девятиклассников из-за Ваннолиновской школы на период строительства для нее нового здания. Всего в эстонской гимназии с 10 по 12 классы намерено получать знания 255 человек. В общей сложности в школах города Селомяев насчитывается почти 1170 учащихся. Все школы, по сведению их директоров, кадрами учителей укомплектованы и готовы к началу учебного года. Редактор субтитров А.Семкин